АПЛОДИСМЕНТЫ В соседней школы возникли проблемы с проведением уроков физкультуры. Школьный зал в связи с увеличением количества часов по физкультуре и по новым программам оказался перегружен. Не спасал и тренажерный. Приходилось проводить занятия сразу в двух классах. Теперь с вводом нового зала эта проблема снята. Мы на пороге большого дутия, сильной, свободной, богатой России. Комиссия, в составе которой представители Министерства образования, администрации Шушенского района и руководство управления образования внимательно осматривает все помещения нового спортивного объекта. Кроме замены пола, оконных и дверных блоков, штукатурки, проведены и сантехнические работы. В новых раздевалках есть душевые и туалетные комнаты. Общая стоимость реконструкции составила 2 миллиона 212 тысяч рублей. Работы выполнены все. Но уже речь заходит о дополнительном финансировании. Капитальные ремонты, они всегда чреваты дополнительные, потому что мы, скрывая конструкцию, видим все недоработки. В данном случае здесь подливался художник из стен. Эта работа необходима выполнять. Поэтому они были выполнены в том числе с работами, которые были контрактом предусмотрены. В новом зале сразу же начинается турнир по фаерболу. Новый вид спорта завоевывает популярность благодаря Краевой федерации хоккея с мячом. Известные хоккеисты привезли в Шушенский район несколько комплектов для игры в хоккей в закрытом помещении. Дело все в том, что у нас 30 школ, где будут отремонтированы спортзалы. Мы стараемся все эти школы посетить. Надо, во-первых, оценить качество ремонта, чтобы деньги краевого и федерального бюджета не были пустую выбращены. Ну, по крайней мере, здесь, в этом спортзале, я вижу, что они так израсходованы, как следует. Я думаю, теперь в двух спортзалах мы сможем спокойно разместиться и тренировать детей, занимать их во второй половине дня, чтобы дети были заняты, чтобы они занимались спортом, были здоровыми, набирались сил. Ну, то есть для нас это очень большое благо и большое спасибо всем людям, которые организовали такой проект, который помог школам отремонтировать спортивные залы, привести их в соответствие с современными нормами. В Шушенском районе три спортивных зала отремонтированы по федеральной программе. Вместе с комиссией мы отправляемся в Сизую. Там окончание ремонта в школе ждали с особым нетерпением. Школа считается одной из лучших в России по организации спортивной работы. Она носит имя Ивана Ярыгина, и дети и взрослые стараются поддерживать ее высокий статус. Участвует в соревнованиях краевого и российского уровней по вольной борьбе, аэробике, военно-прикладным видам спорта. На фоне высоких достижений никто и не догадывался, как тренеры и школьники занимались в своем спортивном зале зимой. Для нас это очень серьезные перемены, потому что сколько лет я работаю, уже 11-й год, в зале зимой очень холодно. Дети буквально в шапочках, в теплых носках, постоянно урок в движении был. Ну плюс 5 градусов зимой в этом зале, фактически морозильная камера. Выдержать было почти невозможно, такой холод сумасшедший. Становится понятно, почему сегодня ликует вся школа. Сизинцы благодарны проекту, который помог благоустроить спортивный зал. Самое главное – утеплена крыша и стены. Ремонт длился почти полгода. Основная часть пришлась как раз на школьные каникулы. А осенью, пока было тепло, выручал школьный стадион. Но все равно дети соскучились по тренировкам. Спорт очень важен в нашей школе, и большинство детей у нас занимаются в разных спортивных секциях. И когда, получается, они остановились в связи с ремонтом спортивного зала, у многих, наверное, оторвали что-то от сердца. Мы тренировались в разных уголочках, которые находили. Кто-то складывали маты. Но все равно находили возможность, не бросали никогда спорт. Комиссия завершала свою работу в Синеборске. Там тоже отремонтирован спортивный зал. Татьяна Соковикова, Алексей Кавторев, Руслан Гущин. Программа «Южные горизонты». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...